Всем привет дорогие мои друзья и хорошего вам настроения, продолжаем играть в игру, которая называется побег из френд зоны Так, мы с вами остановились вот здесь Так, и у нас выбор, короче, стоит, либо остаться в команде френза, либо присоединиться к Тафу Слушайте, ну, я даже не знаю Таф нас как бы заинтриговал тем, что он знает местечко такое, да, где есть камень Он, в принципе, как бы нам нужен И в то же время френз наш друг, мы как бы с ним договаривались Мы все-таки в команде, и я думаю, что мы не имеем права его подводить Наверное, все-таки останемся в команде френза Давайте выберем вот именно этот вариант ответа Нет, так нельзя, я уже договорился идти с френзом Мы всегда выполняем такие задания вместе, значит я иду только с ним Френз ведь мой лучший друг, я не могу бросить его ради какого-то камня Вот правильно, значит я все-таки сделал правильный выбор Вряд ли Таф плохой парень, но на сколько его словам можно верить Вдруг это все окажется только лишь лишней тратой времени В любом случае после контрольной мы с френзом можем сходить за камнем сами Тоже как вариант прокатит Не зря же я собиралась стать специалистом в области поиска артефактов и минералов заодно Это выглядит заманчиво, но я откажусь Хе-хе, Таф в обломе Спасибо за твое предложение Френз это оценил, я вижу по его улыбке Даже если моя потрясающая находка тебя не волнует Милашка, разве тебе не будет весело провести целый день с этим хмурой занудой? У нас уже сработавшаяся команда И мне в компании френза очень спокойно работать Не сомневаюсь в этом Ведь ему даже не придется использовать магию С его-то выражением лица ни одна лесная живность к вам не приблизится Подкалывай, да? Да, нас Таф Но ты Да, френзу это не понравилось Френза прямо перекосила от злости В такие минуты он действительно выглядит пугающе Что и требовалось доказать А ведь когда компания приятная То и задание выполнять интереснее, верно? Ну естественно, Таф Умей видеть альтернативу Он вдруг схватил мою руку и прижал к своим губам Здравствуйте, приехать, смотрите на френза Такой недовольный, растерялся аж бедный Что он творит? Пока у нас еще есть шанс поменяться напарниками Предлагаю тебе быть в моей команде Чего? Я хорошо о тебе позабочусь Даже не сомневайся Что он делает? Он смущает Он слишком близко И целовать мою руку было вовсе не обязательно Конечно, с его стороны очень мило Что он рассказал о камне Но Так не пойдет Я уже сделала выбор Я не хочу идти ни с кем Кроме френза Френз мой лучший друг Мне с ним хорошо и комфортно И потом Не могу же я просто взять и отказаться от него Это будет настоящим предательством Вот это точно Так, отказать веждево Отказать настойчиво Так, отказать настойчиво, я думаю, надо Потому что веждево это будет выглядеть, типа Мы как бы кокетничаем Поэтому давайте, наверное, настойчиво Я выдернул свою руку, возможно, излишне резко Чем стоило бы Перестань Не будь таким легкомысленным Нельзя менять напарников, как перчатки Ага Напарник это нечто большее, чем просто приятель или союзник Это человек, на которого ты можешь безоговорочно положиться Человек, которому ты готов доверить свою жизнь И даже контрольную Фрэнс радостный А Фрэнс только усмехается Чего он такой довольный-то Ты знаешь, я бы даже обиделся Но я обожаю суровых женщин Ладно, ты не хочешь быть наим напарником, я понял Ну, может, ты хотя бы захочешь прогуляться со мной? Вот че он прикопался, а? А он настойчивый На него даже два отказа подряд не сработало Я действительно надеюсь на твое снисхождение Твои слова ранили меня в самое сердце И с твоей стороны будет очень жестоко Не залечить его, верно? Нет, неверно Завтра Ты и я Одинокое озеро идет? Этот напор даже сбивает с толку Я окончательно запуталась Ну, я это... В общем... Как же ты бесишь? Что? Как можно быть таким скользким под Лизой? Тебе дважды отказали И третья попытка закончится тем же Отстань от нас И возвращайся к своему напарнику А ты, я смотрю, рано обрадовался Не думай, что ситуация изменится за один день Тебе не хватит для этого шарма Заткнись Ты именно поэтому выбрал лес Модрой Росы Такое тихое и спокойное место Идеально подходит для... Для чего? Я сказал замолчи! Так Ински у нас что-то заподозрило Я давно уже не видела, чтобы Фрэнс так злился Так успокоить Фрэнса и попросить Таффа не задираться Ээээ... Давайте успокоим Фрэнса Фрэнс Чего ты так завелся? Принимаешь его сторону? Да что на тебя нашло? Я же все равно остаюсь в твоей команде Отличное утешение Это лучше, чем совсем ничего, разве нет? Ну может хорошо, что ты не теряешь надежды С заранее сдавшимся противником скучно сражаться А это еще кто у нас тут пришел? Бурейн Тафф, нам необходимо направиться на регистрацию После команды, которая в данный момент там находится Наступит наиболее благоприятная возможность Похоже Бурейну, напарнику Таффа, надоело ждать Пока тот наконец перестанет обмениваться с нами любезностями Бурейн мой одноклассник и приятель С которым всегда можно обсудить создание новых амулетов И их необычное использование Он немного неловкий и иногда странно объясняется Зато у него хорошее воображение А еще он самый умный ученик на нашем курсе магов артефактов И от этого несколько погруженный в учебу Или, если честно, очень погруженный Учитывая, насколько эти двое разные Сложно поверить, что он лучший друг Таффа Возможно, тут дело в притяжении противоположностей Почему сегодня мне так упорно мешает беседовать с дамой? На меня снова навел порчу какой-то завистник Доброе утро, ински, фрэнс Полагаю, вы оба готовы к выполнению контрольной и благополучно справитесь с заданием И сможете избежать необходимости ловить радужных светлячков для совы профессора Насколько я знаю, приятных эмоциональных реакций это не вызывает Старика на этого не дождется Да, нам хватило в прошлый раз Уверен, что в мерцании светичков ински выглядит изумительно Кстати говоря, я даже достал один камень для Бурейна Он хотел использовать его для создания амулета Можно отдать его ему, пока я вспомнила Впрочем, это не обязательно делать сейчас До экзаменов еще полно времени А сейчас нас всех больше интересует контрольная Кто знает, чем это обернется Отдать камень позже, отдать камень сейчас Нет, давайте позже Думаю, нужно сосредоточиться на том, что сейчас важнее А то мы и так уже много времени потратили на совершенно посторонние вещи После задания обязательно принесу ему камень Возможно, вспомнить об этом мой первый шаг к ответственности Чтобы Фрэнс перестал потешаться на этот счет Информирую, что подготовку необходимо начать как можно раньше Бурейн, твое занудство не добавляет тебе никакого шарма В случае, если мы столкнемся с проблемой нехватки времени И не обнаружим артефакт до появления тигровой звезды Ты столкнешься с необходимостью делать письменный тест самостоятельно Как ты можешь так поступать со мной? После всего, что между нами было Полагаю, твой саркан справится с написанием текста на высшем уровне Совершенно никакого чувства юмора Может быть, его блокируют очки? Перед тем, как последовать за напарником Профессорскому столу Тафф все же снова обернулся ко мне С этим уже ничего не поделаешь Похоже, меня тоже ждет веселый день с занудой Это нас сближает, милашка Опять Фрэнс какой-то недовольный В любом случае, я не могу оставить беднягу Бурейна одного в лесу Он же самое беззащитное существо на этом острове Без меня его растерзают даже зайцы прыги Но второе мое предложение в силе Насчет совместного похода к озеру и всего прочего Не двухсмысленной улыбкой он дал понять Что под всем прочим подразумевается не сбор растений для магического гербария Даю тебе на разумие время до завтра, милашка Когда Тафф и Бурейн отошли на достаточное расстояние от нас Фрэнс тяжело вздохнул Он такой притворный, как сахарный сироп И постоянно нарывается Кто бы говорил, сам заводишься с полоборота Все равно не понимая, как Бурейн терпит этого харьконосика Харьконосика Его же так и хочется прибить к башне Из него получился бы отличный флюгер Разве что слишком шумный У тебя всегда была странная фантазия Если бы ты выбрала пойти с ним на задание То всю приготовленную мной еду я забрал бы с собой И оставил бы меня голодать из-за такой мелочи То есть ты признаешь, что твоя готовка несъедобна Если ты рад, что я остался с тобой в одной команде То так и скажи Мне зачем снова задираться Еще некоторое время мы подождали Пока регистрацию пройдут другие ученики Одни горели желанием начать как можно скорее А другие шли с опаской боясь Не то изменчивых территорий острова Не то самого профессора Локаций на острове было не так уж и много Но они были достаточно большими Чтобы команды могли не сталкиваться друг с другом Наконец, когда большинство учеников покинуло класс Мы решили, что пришла и наша очередь отметиться И подошли к преподавательскому столу Ага, кого я вижу Анкираж говорит Когда мы приблизились, профессор Анкираж с красивой усмешкой посмотрел на Френза У них часто случались словесные баталии Некоторые из них я видел на общих занятиях Это было отличное шоу Профессор Анкираж обожает задирать учеников Мне кажется, он стал преподавателем только ради этого Наверное, на каждой своей лекции Он кого-нибудь ставит в неловкое положение Но кому-кому, а Френзу палец в рот не клади Так они и нашли друг друга для постоянных перепалок Но несмотря на это Иногда у меня складывается впечатление Что Френз едва ли не единственный человек Кому профессор не испытывает откровенной ненависти К счастью, учитывая нашу дружбу Этот иммунитет распространяется и на меня Смертнички, которые выбрали лес мудрой росы Это не высокие горы забвения Но и не в меру мирная роща легенд Самоубийцам покой неведом Местность без плотоядных растений скучна Мы как раз хотели собрать букет цветочков отравников И поставить на подоконник одному нашему другу Правда, если повезет, он сегодня навсегда потеряется в горах И идете вдвоем, так сказать, лес, луна, завывание диких зверей И прочная романтика безысходности Два куска разнополого мяса По цене одного Бессовестная молодежь Даже этот павлин взял в напарники головастого очкарика Таких хиликов как раз можно использовать как приманку Или отвлекающий фактор Так Мы не встречаемся, не дождетесь Что-то я немножко не понял Давай так начнем Мы не встречаемся Кажется, кажется, произошло недоразумение Но мы не встречаемся Быстро же ты среагировала Это все, что тебя волнует из сказанного Дело молодое, зеленое Отношения хорошая вещь Всегда приятно, когда есть кто-то, кто оплатит твои похороны Да о чем он вообще говорит, этот танкераж Или из кого-то можно сделать милую мумию для продажи Когда закончатся деньги Кажется, вы не слушаете, профессор Помнится, раньше мы запускали команды из трех человек Как раз для этого Одного можно было оставить в качестве прикормки Прискорбно, но этим способом мало кто пользовался Такое расточительство ресурсов Действительно не слушает Но хватит языками трепать Отметьте себя в журнале и не забудьте расписаться Что прослушали инструктаж по технике безопасности Техника безопасности – это самое важное Не только в практических занятиях Но и в турпоходах, отношениях и экспериментах над людьми Ведь никогда не знаешь, чего ждать от лесов Полного кровожанных чудовищ и смертоносных растительных выделений Не правда ли? Как и от вас, профессор Прошу на регистрацию Блондинка и ты мой маленький языкастый друг Держи в лесу рот закрытым А то нацепляешь на него шмелинного репея А ведь мне еще надо будет с кем-то препираться до конца этого года Я не могу лишить вас и себя этой маленькой радости И вот еще что Пока Фрэнс расписывался в журнале Профессор внезапно обернулся в мою сторону Когда охочешься на крупного, но изворотливого зверя Сначала надо его подразнить Длительное время держать дистанцию и выжидать Но когда он сам пришел к тебе в руки и попался То держи его изо всех сил Да, ински, я тоже не пойму, о чем он говорит И побольше уверенности, сопляки А то опять придется краснеть перед Вульвиром Что едва не сопротивляется и ее неинтересно ловить С этими словами Анкираж нас отпустил Старик в своем репертуаре Ему надо проводить меньше времени со своей коллекцией мумий Когда он не начинает вспоминать длинные запутанные истории из прошлого Или откровенно поливать грязью Он довольно хорошо объясняет материал По крайней мере я запомнил очень много из его лекций Может даже именно благодаря его ворчанию Мне кажется, его способ преподавания может быть вполне эффективным Если его шутки будут менее пугающими Кстати, ты никогда не задумывался о преподавательской карьере? Даже не мечтай Ага, хотел бы я на это посмотреть Профессор Фрэнс Вульд и его легендарный поучительный тон Не говори таких странных вещей Дурочка Ну что ребята, куда-то видимо мы с вами и отправились После того, как все оставшиеся приготовления были закончены Мы отправились во двор школы Мы успевали как раз по графику Хотя некоторые команды уже отправились в свои локации Это тоже было обучающим моментом Точное время начала задания не указывалось Но закончить стоило до наступления позднего вечера Кроме того, мало кто хотел бы остаться вне территории школы с наступлением темноты Поэтому многие хотели начать как можно раньше Но все мы должны были полагаться только на свои способности к самоорганизации Почему мы все еще не отправились? Я нахожусь в ожидании Тафа Полагаю, он снова попал в ловушку собственного социального положения и чрезмерного нарциссизма А? Фан-клуб? Те визгливые девицы, которые окружают его в коридоре и заглядывают в рот Когда он его открывает для очередной глупости Версия Бурейна вполне оказалась правдивой У Тафа действительно был фан-клуб из учениц нашей школы И они всюду ходили за ним по пятам Это всегда выглядит довольно странно Кажется, даже приезжие маги с континента не вызывали интерес у такого количества учениц Сожалею, что он тебя задерживает Как с ним вообще можно общаться? Все, что он воспроизводит, это жужжание и сладкая слизь Он может приносить пользу, например, разобраться с большим количеством противников Особенно, когда они только на подходе А если я продемонстрирую сомнения в его способностях То он действует гораздо быстрее Кажется, Бурейн тоже не так прост Как кажется на первый взгляд Хотя он часто склонен отпускать не особенно смешные замечания По поводу моей полезности в бою Это не вызывает у меня радостных чувств Так, поддержать Бурейна и оправдать боевых магов Оправдать боевых магов Ну и для этого нам и нужны боевые маги Чтобы они брали на себя всех противников А мы могли выполнять свою роль Мне гораздо спокойнее, когда со мной человек, на которого я могу рассчитывать Особенно, если он способен одним ударом уничтожить любую вставшую на пути преграду Не подлизывайся Мне это нисколько неприятно Полагаю, ты права Хотя использовать меня в тот раз в качестве приманки Все равно было бы очень верьте в своей стране Не моя вина, что диким зверям твои очки нравятся больше, чем девушкам Таф Как мне повезло, что я все-таки увижу милашку перед отправлением на задание Побери меня, астрал Не успели уйти до его прихода Та-да Я не знаю, что такое сдаваться Иначе я не я Ты много чего не знаешь И здесь нет повода для гордости Ински, в следующий раз я обязательно сделаю тебя своей напарницей Довольно, самоуверенно с его стороны Полагаю, меня ты решил сегодня оставить в горах Чтобы в команде освободилось место Гляди в оба, Фрэнс Пусть ты и лучший на нашем факультете Но это не значит, что ты непобедимый Это угроза А ты готов принять вызов? Полагаю, вы двое не способны Не добавлять соревновательный элемент в учебные задания Так? Иначе было бы совсем не интересно В любом случае уже пора отправляться Удачи вам обоим Она и так на моей стороне Но после пожелания милашки Увеличится в несколько раз Удачи для выполнения таких заданий не обязательный фактор Скорее здесь необходимо качество и скорость Плюс, если учитывать то, что я недавно узнал из мануала По выживанию в дальних путешествиях Нам стоит... О нет, Бурейн вошел в его любимую роль занудой Теперь мои стопроцентные шансы идеально выполнить задания снижаются Я даже не знаю, выживу ли я в его компании, Инске Не хочешь на всякий случай меня поцеловать на прощание? Ну как, а? Он серьезно? Эй, только рискни Вот про обмен жидкостями в том мануале Точно ничего сказано не было Если мы сейчас же не начнем Я выскажу тебе претензию в письменной форме А как ты уже знаешь, чернила из торп камня продолжают мозолить глаза адресата до тех пор, пока он их не прочтет Только не это В прошлый раз оно отравляло мне жизнь три дня Обзор на зеркало закрыло? По крайней мере, мне есть на что в нем посмотреть И я не стесняюсь это признать И, не забыв ни прощания, отправить мне воздушный поцелуй Дав бодрым шагом направиться к воротам школы Полагаю, в мастерстве менять тему, никто с ним не сравнится Этот тип изматывает больше, чем все лесные твари вместе взятые Я знал, что от частных споров с Таффом он в основном только раздражался Фрэнс часто задирался сам и поддался на чужие провокации Но соревноваться не любил Он всегда говорил, что это доставляет ему много проблем Когда другие ученики пытались за счет спаррингов с ним доказать свою силу Он злился и довольно быстро выводил их из строя пару ударов В итоге Фрэнс сам не заметил, как стал сильнейшим учеником в школе Которого стали бояться Это только принесло ему больше бед Ведь многие до сих пор пытались отобрать у него этот титул Но постоянно проигрывали Единственное, что не складывалось у меня в голове Зачем же тогда он так упорно тренировался Если вовсе не хотел быть лучшим на факультете Отправляемся? Пока еще кто-нибудь не пытался от тебя стащить После всех необходимых приготовлений и некоторого ожидания Мы наконец вошли в лес мудрой росы с восточного входа Это самое живописное место на острове, где расположена наша школа А ведь он не маленький Особенно скажечно этот лес выглядит по ночам С наступлением темноты каждая капля росы начинала светиться волшебным сиянием Сама я еще ни разу этого не видела Но говорят, что это потрясающее зрелище Впрочем, я надеялась, что нам повезет не оказаться тут ночью и сегодня Днем же он выделялся своими сочными красками Благодаря ярким и упругим шляпкам больших грибов Впрочем, грибов, как и прочих растений, стоило остерегаться И вообще, каждый уголок этого прекрасного леса мог таить в себе смертельную опасность Итак, самое время приступить к выполнению задания Мой капитан, что предпримем сначала? Мой поисковой амулет готов к работе До сих пор беспокоишься? Что и следовало ожидать Он знает меня слишком хорошо, чтобы уловить в голосе любую фальшь Не то чтобы сильно, но... Переживаешь из-за слов Анкираша о том, что кого-то придется высылать домой по частям? Не беспокойся Адские кролики убивают сразу Они разгрызают на куски И ты туда же Ты слишком много с ним общаешься Вы становитесь похожи Хочешь сказать, я такой же страшный? Давай уже начнем поиски А то мы можем здесь топтаться до вечера И то верно Чем быстрее начнем, тем быстрее закончим Итак, где карта, которую я тебе вчера дал? Ой Только не говори, что ты ее забыла Только не говори мне Ой-ой-ой Ясно Ты ее забыла Про обед ты вспомнила, а про карту нет Ты тоже виноват Зачем ты вообще ее мне дал? Не мог оставить ее у себя Я тебе уже говорил, что ко мне должен зайти староста Он уже давно ищет повод меня подставить Даже не пытайся перекинуть всю ответственность на меня В любом случае, возвращаться уже поздно Придется действовать своими силами Даже если это займет весь день Весь день? И ты так спокойно об этом говоришь? Без карты поиск артефакта в этом лесу Не самое простое дело Теоретически, времени у нас до полуночи Но как только сядет солнце В чаще будет сложно что-либо разглядеть Даже с магией света Даже со светящейся росой А бродить в полутьме в этом лесу Есть вероятность, что если мы не управимся до сумерек То нам придется где-то отсидеться до утра Просто отлично Во всяком случае, мы хотя бы взяли достаточно провизии И от голода не умрем И лесные рогатые белки останутся целы Такая оптимистика Беспокоишься о белках? Тебя совсем не пугает перспектива Остаться ночью в этом лесу вместе? Так Ну что же, ребята Давайте мы тогда вот на этой ноточке С вами остановимся И уже продолжим проходить в следующей серии Ну а на этом всем спасибо за просмотр И до скорых встреч Всем пока, ребята Ах так! Ах вот и как! Ах вот и значит, как вот На самом интересном месте! Ой, а я так думал